Девушки отдыхают 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 Что говорить, если Дун Юй Маленькое государство пугает нас Да, канцлер прав Точно Это лучшее время для войны с Дун Юй Верно Сначала мы убьем принцессу Дун Юй Такое Маленькое государство нам неровнее Да, верно Правитель Истайте указ В противном случае Вы станете посмешищем Ши Юя убили в Дун Юй Чего же вы ждете? Правитель, издайте указ. Правитель, издайте указ. Правитель, издайте указ. Правитель, издайте указ. Слуги, объявите указ. Вы заставляете правителя издать указ? Северный принц? Это же он. Разве он не умер? Он не умер. Он... Он жив. Ше-йой. Принц не умер. Замечательно. Он жив. Это Северный принц. Он же умер. Что здесь происходит? Дядя, вы разочарованы, что я жив? Приветствую, правитель. Ше-йой, встань. Спасибо. Я рад видеть тебя в добром здравии. Вы волновались? Санте, я ездил в Дун-Юй за разрешением на брак. Дорога была опасной. Я не ожидал, что вернусь живым. И привезу разрешение на брак. Ознакомьтесь. Хан Дун-Юй будет платить дань, а также предоставит нам своих лошадей. Такое предложение доказывает, что принцесса тоже любимая дочь. За принцессу дают такое щедрое предложение. Вы ее недооценили? Людей Дун-Юй не заботит родословная. Хан ценит всех своих детей одинаково. Даже балует свою младшую дочь. Я почувствовал, как сильно он любит Юэлин. Вопрос брака был шатким. Но теперь, похоже, он послан небесами. В таком случае, мы не будем посылать нашу армию в Дун-Юй. Нет. Правитель. Но генералы уже прибыли. Если мы отправим их прочь, разве не будут над нами смеяться? Решения о войне не было. Но вы поспешно пригласили генерала в столицу. Вы это сделали, чтобы напугать людей Дун-Юй и заставить их убить меня там? Ши-Юй, о чем ты говоришь? Дун-Юй обманул нас первым. Мы должны что-то сделать. Дядя, хочу спросить у вас. Вы пообещали дать мне один месяц. Но сразу вызвали генералов. Вы это сделали, потому что хотели послать армию и начать войну? Следи за языком ложного обвинения. Я не потерплю. Простите меня, дядя. Мне удалось вернуться обратно в столицу и стать свидетелем этой сцены. Я не могу не волноваться. Жив ли я или мертв, неважно. Когда начнется война, два государства будут в хаосе. О ставках, вы знаете, гораздо лучше меня. Его высочество прав. Поскольку недоразумение устранено, нам лучше помириться с Дун-Юй. Правитель, подумайте, если мы так легко отпустим Дун-Юй, другие государства перестанут нас уважать. Пограничная армия тоже будет разочарована. Глава Юга, ваша армия на границе. Что вы думаете? Правитель, я генерал. Мой долг охранять границу. Что касается войны, я жду приказа правителя. Война тратит ресурсы. Мне она не нужна. Но если нам придется сражаться, я сделаю все возможное. Полагаю, другие генералы думаю так же. Дядя, вы слишком много думаете. Вы все видели предложение Дун-Юй, и с нашей стороны будет недальновидно отказаться от него. Думаю, я выберу для них другой день свадьбы. Правитель, верные генералы здесь. Отправить их нищем. Кстати, об этом. Генералы проделали очень долгий путь. Сюда. Мне очень жаль. Канцлер, раз уж вы так за них переживаете, и вы их позвали их, пожалуйста, успокойте, и отправьте их обратно. От моего имени. Спасибо, правитель. Сини, ты как? Хорошо. Я так рада. Сестра. Ши Юй. Не переживай. Он был ранен. Но сейчас уже здоров. А? Он был ранен? Да. Не умер? Нет. Не умер? Нет. Ши Юй не умер. Я так потрясена. Он не умер. Что ты сказал? Он был ранен, да? Где рано? Это серьезно? Сестра, не волнуйся. Он сейчас во дворце, с ним все хорошо. Вы скоро встретитесь. Тогда почему вы сообщили, что он умер? Не бери в голову. Сестра, у меня новости. Пойдем. Ну же, садись. Сестра. Отец вернул Дуэра и Джо. Все благодаря твоему фальшивому письму. Он все понял и вернул их домой. Представляешь, Джо беременна. Отец заботится о ребенке. Он больше не сердится. Мое возвращение домой многое решило. Оно того стоило. Отец не злится? Нет. Хорошо, хорошо. Кстати, что именно произошло на обратном пути? Было покушение? На обратном пути? Не важно. Смотри, мы вернулись. Верно? Ах да. Отец и Джо очень скучают по тебе, а они просили передать тебе письма. Ты читай, а я... Тогда пойду. У меня еще много дел. Явелин, ты всегда заставляешь меня волноваться. Кто позволил тебе поехать в Бэйшо? Мы же все переживаем за тебя. Ладно, поехала туда. Но над тобой там издевались. Ты опозорила своего отца, дочь моя. А еще, после свадьбы с Северным Принцем, ты должна вернуться. Иначе я поведу войска, чтобы вернуть тебя. Учти это. Отец, вы такой грозный. Значит, вы здоровы. Юэлин, давно не виделись. Как у тебя дела? Извини, что не защитила тебя. Из-за меня в Бэйшо ты сильно пострадала. К счастью, Северный Принц любит тебя. Ты под его защитой. Мы с отцом почувствовали облегчение. Отец, должно быть, ругал тебя в письме. Но он заботится о тебе. Он стесняется сказать, как сильно беспокоится. Но ты должна знать. Мы хотим, чтобы ты была счастлива и вернулась побыстрее. Отец, Джу, будьте уверены. Я позабочусь о себе. И вернусь к вам, как только смогу. Я к Юэлин. Ши-юй, Ши-юй. Узнав, что ты умер, я так волновалась, я не могла поверить. На днях я молилась в храме. Я так счастлива, что ты жив. Все хорошо, спасибо, Луи. Я знала, что ты выживешь. Ши-юй, пойдем со мной. Мой брат вернулся. Давай, что-нибудь приготовлю. Можем выпить и поговорить. Я позже навещу. У меня есть важное дело. Иди. Ши-юй. Канцлер. Ши-юй. Генералы вернулись в свои поместья. Они много жалуются. Нужно их успокоить. Почему это Джоу Ши-юй жив? Что пошло не так? Выясни. Да. Тянь-тянь, почему ты смеешься? Это Джоу Ши-юй. Ты вернулся так быстро. Я мчался назад, чтобы ты не волновалась. Что, хочешь сжечь для меня еще один талисман? Когда закончу вышивать, вложу в него талисман и отдам тебе. Он будет оберегать тебя. Ты мой талисман, не так ли? Пока ты со мной, я буду жить. Ты был ранен. Кстати, что случилось с вами в дом Юй? Синьи приходил, но ничего не сказал. Он не знает, как об этом сказать. Убийца. Она не кажется тебе знакомой. Я сообщу, что Северный Принц убит. Спасибо. Сунань, это ты? Так это Сунань? Я поручил своим людям проверить. Она из секты Жуфен. Секта Жуфен? Она долгое время находилась рядом с нами. А еще, в момент опасности она спасла тебя. Ей такого не простят. Она в опасности? Не волнуйся. Я прикажу найти ее. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ох. Уже поздно. Принца еще нет? Что если поместье закроют? Болван. Ты не понимаешь? Разлука укрепляет чувства. Господин и госпожа давно не виделись. Не виделись. Им нужно больше времени. Я пойду спрошу господина. Вернись. Подойди. Ближе. Не спрашивай его. Больно. Принц думает остаться или нет. Не беспокой их. Больно. Цянь-цянь. Цянь-цянь. Отпусти ухо. Я просто думаю о господине. Кстати, об их свадьбе. Когда правитель издаст указ? Не знаю. Думаю, что скоро. Госпожа супруга северного принца. Но. Но. Скажи мне. Но. Думаю, да. Думаешь? Ты так думаешь? Правитель велел нам выехать из поместья принца. Ты думаешь? Ты. Зла не хватает. Я. Что опять? Я правильно сказал. Нет. Уходи. Почему? Талисман. Это была тяжелая поездка в Дуньюй. С этим. Ты будешь в безопасности. Даже когда меня нет рядом. Думаю. 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 Потом. Там. Спасибо, Юйлин. Мы оба в безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok На этот раз, во дворце, мы расстроили дядю. Теперь он так этого не оставит, поверь. Устроит проблемы. Я рано занял трон и доверился ему. Притворился слабым и сделал его канцлером для контроля министров. Печально, что все закончится именно так. Не вини себя. Все не так, как раньше. Некоторые министры выразили свою преданность. Многие министры сомневаются. Даже дядя не решается сделать шаг. Если придется сразиться с дядей, то следует развернуть войска Лиджоу. Но есть человек, который является ключом. Ты говоришь о главе Юга? Точно. Генералы подчиняются дяде. Гао Ивань командовал войсками на юге. Он самый значимый генерал. Если он поддержит меня, у нас будет больше шансов. Но покойный император запретил семье Гао быть в столице. Он боялся, что они восстанут. Нужно поговорить с генералом, прежде чем решать. Что хорошего в этой женщине, Дун Юй? Почему Ши Юй продолжает разбивать мне сердце? Не волнуйтесь. Правитель еще не сделал их парой. Но Ши Юй намерен жениться на ней. Это вопрос времени. Пинер, я не хочу этого. Просто не хочу. Госпожа, не пейте больше. Что случилось? Кто издевается над тобой? Брат, забери меня. Подальше от этого печального города. Луи. Я хочу забрать тебя. Но такова судьба нашей семьи. Пока ты в столице, они довольны мной. Брат, не уходи, ладно? Тогда... Тогда... Никто не посмеет меня запугивать, брат. Луи. Раз я вернулся, то не уйду. Правда? Брат. Я думаю, вас хотят убить. Вы поедете? Из всех присутствующих здесь у главы Юга самая большая армия. Зачем мне идти против них? Пусть они получат, что хотят. Когда мы с генералами покинем город, то обсудим план. Подальше от правителя. Это мудро канцлер. Но, полагаю, глава Юга будет на стороне правителя. Семью Гау нельзя недооценивать. Следи за ним в оба и прими меры. Я понял. Оставляю тебя за главного в столице. Ясно? Да. А я еще вернусь. Все блюда поданы. Давайте есть. Ты не ешь? Ты теперь приходишь каждый день. Люди подумают, что ты тут живешь. Я уже так быстро тебе надоел. А когда поженимся, не выгонишь меня? Я не об этом. Давай. Ешь. Ты мало ела в эти дни. Совсем худая. Не так давно ты принес мне много вкусного. Я уже наверстала. больше не могу. Я не могу. Почему рис такой сладкий? Я поел. Нет аппетита. Павильон фэн-юэ. Только немного. Павильон фэн-юэ. Как мне помириться, Сунань? Она убийца. Но она спасла меня. Сунань! Это точно ее покои. Сунань. Сунань? Приветствую, господин. Меня зовут Модзинь. Модзинь? А где Сунань? Это же ее покои. Я не знаю, о ком вы говорите. Но я тоже хорошо пою и танцую. Может, останетесь? Не стоит. Прощайте. Господин! Приходите к нам почаще. Обязательно. Госпожа Сан, у меня есть вопрос. Можно вас? Простите. А где Сунань? Поможете мне увидеть ее? Я не могу. Почему? Вы, видимо, еще не в курсе. Госпожа Сунань теперь в прошлом. Модзинь теперь лучшая госпожа. Говоря о госпоже Модзинь, она потрясающая. Поговорим позже. Хорошо. Вот так, господин. Может, хотите встретиться с госпожой Модзинь? Но она очень занята. Примерно до середины месяца. Я спрашиваю о Сунань. Где она? Она вернулась в свой родной город. А Линси? Она ушла. Господин, не уходите. Нам следует принять военные меры предосторожности. Все требуют пересмотра условий войны. Канцлер потерпел поражение, но он не сдался. Он найдет шанс, чтобы снова поднять тему войны. Поскольку он так увлечен войной, когда-нибудь я сыграю против него. По моему мнению, канцлер имеет большие амбиции. Все эти годы он перетягивает силы на свою сторону. Он давно это делает. Не думаю, что мы сможем его остановить. Страшно иметь скрытые планы. Как генерал, я сосредоточен на военной тактике. Если мы нанесем удар первыми и свалим его одним ударом, то победа возможна. Вы говорите... Правитель, я могу помочь победить канцлера. Но у меня... есть условия. Надеюсь, вы его примете. Говорите. Моя сестра обожает северного принца. Дайте ей желаемое. Если сестра выйдет за него замуж, моя семья сделает все, чтобы помочь вам. господин. Что случилось? Глава... Глава Юга настаивает на этой свадьбе. От этого голова болит. Он проверяет искренность наших намерений. Но принцесса Лойи, я не женюсь на ней. Но если проблема не решится, мы подтолкнем Гау Юаня на сторону канцлера. Нам нужен идеальный план. Моя сережка. Где она? Только что была здесь. Я уронила ее в императорском саду, когда была там. Пойду поищу. Подождите меня здесь. Вы что-то потеряли? Я могу вам помочь? Господин, вы сильны и внимательны. Но потеряла я только сердце. Смогу ли я его вернуть? Не шутите так. Сердце там, где оно хочет быть. Как его можно потерять? Я сделала все, что могла для вас. Я знаю. Вам нелегко. Жизнь во дворце уединенная. Я не могу увидеть свою любовь. Я живу хорошо. Не волнуйтесь, господин. Я рад. Знать это. Я живу хорошо. Госпожа, поешьте. Все остыло. Принц не пришел? Его не было уже два дня. Госпожа, а что, если вы сами посетите его поместье? Точно. Идем. Что такое, госпожа? Если подумать, разве это прилично? Люди подумают, что я очень хочу за него замуж. Опасения разумны. Может, тогда я пойду и разузнаю все для вас, госпожа? Да, хорошо. Госпожа, поешьте. Аппетита нет, убери. Госпожа. Что такое? Спокойно. Почему ты не ешь? Если блюдо невкусное, на кухне есть другие. Не то. Если ты не будешь здоровы, тогда на свадьбе будешь выглядеть ужасно. Свадьба? С кем? Это же Юй? Ты так счастлива? Поешь что-нибудь. Я просил правителя, он одобрит. Брат. Спасибо, брат. Ты самый лучший. Самый заботливый, брат. Что с принцем? Он закрылся в кабинете и ничего не ест. Так не годится. Я расскажу принцессе. Господин, куда вы? К принцессе? Во дворец. Во дворец? Господин. Госпожа, расслабьтесь. Я спросила у Леньму. Господин просто занят. Но он интересуется вами. Его стражи также охраняют вас. Не знаю почему, но я чувствую себя неловко. Госпожа, приготовить мясо? Да, спасибо. Как ваши дела? С новыми законами дела идут хорошо. Спасибо госпоже и принцу. Рада слышать. Верно. Принцесса, моя госпожа хочет видеть вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...